а рова ну что продолжаем я здесь полных потемках костей хую касс вставать лукас лукас агата агата ты я думал ты была мертва да а в некотором роде но я пообещала рассказать тебе все что знаю слушай внимательно у нас очень мало времени ты не безумец и не убийца ты просто оказался не в том месте почему они выбрали меня зачем было убивать того парня чистая случайность им было нужно чтобы человек убил человека и открыл пасти змеев ты не первый кто совершил жертвоприношение и точно не последний так кто же заставил меня совершить убийство кто сел за мой столик за бегаловки никто не знает его настоящего имени его называют аракул он служит сильнейшим из сильнейших они остаются в тени но управляют этим миром самого начала времен иллюминаты они идут рептилоиды они хотят отнять твою жизнь Квечмитлан древняя цивилизация майя там ты найдешь ответы на часть своих вопросов агата агата ебать а будет приготовиться и я это а все ocks и и все и все и все все Да вы заебали, блядь. Да вы заебали, блядь. Заебали, блядь. 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 Лукас! Лукас, очнись! Что ты тут делаешь? Что случилось? Меня нашла полиция. Мне удалось скрыться. Я всю ночь шел пешком. Идти мне больше некуда, так что я пришел сюда. О боже, Лукас, сейчас тебе и правда нужно идти в полицию. Другого выхода нет. Я не сдамся, пока не пойму, что со мной случилось. Я снова виделся с Агатой. Прямо здесь, совсем недавно. Она умерла, но ей нужно было кое-что сказать. Она хочет помочь. Агата умерла? Ты не хочешь сказать, что... Нет, Маркус, я не убивал Агату. Когда я пришел, она уже была мертва. И ты говоришь, что разговаривал с мертвым человеком? Это все бессмыслится. Кто-то пытался убить меня через мои видения. Они могут напасть где угодно. Думаю, они хотят помешать Агате все мне рассказать. Лукас, это уже слишком. Что, если это все происходит у тебя в голове? Может быть, ты могу удачивать связь с реальным миром? Маркус, я не сумасшедший. Может, раньше я так и думал, но теперь я знаю, что это происходит. Что ты собираешься делать? Тебе нельзя здесь оставаться. Полиция точно придет меня допросить. Возможно, будут за мной следить. Возможно, после таких галлюцинаций им надо доктору хаосу. По крайней мере, теперь я знаю, что всему этому есть объяснение. Нужно найти тех, кто за этим стоит. Береги себя, Лукас. Тебя убьют при первой же возможности. Нет, ничего хуже того, что я вижу в своих видениях. Лукас сошел с ума. Я покрываю убийцу. Но я же не могу предать своего брата. Боже милостивый. Помоги мне. Скажи, что мне делать. Так он нас не выдаст. Это хорошо. Минус пять по Харенгейту. С каждым днем все холоднее. Похоже, весь город окоченел под горами снега и льда. Но пока никому нет до этого дела. Мурта. Иди внутрь, Тайлер. Я пойду поговорю с Гарритом, узнаю, удалось ли ему что-нибудь найти. Я за. На таком холоде даже мысли замерзают. А, Карла, я тебя ждал. Ну, что тут произошло? Сегодня утром около пяти часов сюда пришел владелец прачечной и обнаружил трупы. Когда он попытался зайти внутрь, оказалось, что дверь заперта изнутри. Он увидел через окно два трупа и позвонил в полицию. Отпечатки есть? Только отпечатки жертв. Если ты имела в виду отпечатки Кейна, то их тут нет. Что нам известно о жертвах? Мужчину зовут Хосе Лопес. Он здесь работает. Он должен был закрыть прачечную вчера вечером. Женщина Анита Мартинес. Она здесь постоянно стирала белье. Спасибо, Гаррид. У него в глазу нож. Слышь, наверное, смерть была мгновенной. Жуть. У него изрезаны все запястья. Похоже, на них вырезан какой-то символ. Змея. Змея с двумя головами. То есть он убил, а потом что, покончил с собой, да, получается? Ты заметил кровь вот здесь? Да, я видел. Как думаешь, что это значит? Убийца истекал кровью еще до того, как зарезал жертву. Как и в уборной той закусочной. Три или четыре удара в область сердца. Точно так же, как и в той забегаловре. Не удивлюсь, если вскрытие покажет, что перерезаны артерии. В его глаз воткнут ножи. Черт. Это должно быть больно. Бедняжка. Ее ударили спереди. Она увидела убийцу в самый последний момент. Из трубки раздаются гудки. Наверное, она не успела набрать номер. Как жалко. У нас мог бы быть живой свидетель. Что делать? Вот белье жертвы. Кто бы мог подумать, что она не доживет до того момента, когда оно будет выстирано. Видела? В замке ключ торчит. Да, я видела. Отсюда нет другого выхода. Как же вышел убийца? Бред какой-то. А он и не выходил. Странно. Откуда здесь кровь? Здесь он изрезал себе запястье? В случае Кейна в кабинке тоже была кровь. Кейн тоже порезал себе руки? У ножа такая же ручка, как и у остальных инструментов. Наверное, он из этого ящика. Так, сейчас. Так. А что нам ждать-то? Можно сваливать нахуй. Поехали. Я все осмотрела. И что нам думать об этом убийстве? Парень совершил самоубийство после убийства женщины? Как-то не абсурдно, но это единственное объяснение. Не думаю, что Кейн как-то связан с тем, что произошло в прачечной. И все же между двумя этими убийствами должна быть какая-то связь. Конечно же, за Лукаса у него-то история про него. Мне было некуда идти. Я был истощен и думал, что скоро умру. Если не от холода, то от голода. Я надеялся, что смогу отдохнуть пару часов у Тиффани, набраться сил и поразмыслить над тем, что делать дальше. Я был в ее новой квартире только один раз. Где она находится, я помнил очень смутно, но, по крайней мере, в улице был уверен. Субтитры создавал DimaTorzok Два бюстера. Здравствуйте! Два бюстера. Еще один муряка. У меня такое чувство, что они повсюду и что они за мной следят. Скоро стану паранойтом. Полиция. Они следят за квартирой Тиффани. Ну, конечно. Они подумали, что я приду к ней, чтобы спрятаться. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Продолжение следует... Продолжение следует... А как мета-ментов-то отключить? Полиция. Должен быть какой-то способ их обойти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, и чё мне надо-то? А для экспертной оценки предмета нашей дискуссии Мы пригласили одного из самых известных специалистов по цивилизации майя Профессора Дмитрия Курякина Из Мезоамериканского университета Нью-Йорка. Спасибо, что вы пришли, профессор. Вы написали удивительную книгу про обряды племени Майя. И я хотел спросить... Специалист по цивилизации Майя. Он наверняка знает, что такое Кричитлан. Нужно встретиться с этим Курякиным. Так, что мне сейчас-то делать? Ты меня напугал. Что ты тут делаешь? Меня ищет полиция. Мне нужно спрятаться на пару часов. Лукас, что с тобой творится? Газеты пишут, что ты убил несколько человек. Это правда? Все это очень запутанно. Все, что я могу сказать, я не убийца. Я знаю, что ты не способен на такие вещи, Лукас. Объясни им. Скажи им, что ты невиновен. Тиффани, мне нужно выяснить, что со мной произошло. Это единственный способ доказать мою невиновность. Лукас, это полиция. Что же делать? Слушай, они просто хотят задать тебе несколько вопросов. Сохраняй спокойствие, Тиффани, и ответь на все их вопросы. Я спрячусь. Все будет хорошо, вот увидишь. Так, теперь вопрос. Мисс Харпер, вы дома? Да, секунду, уже иду. Давай здесь будем. Лукас, я больше не могу заставлять их ждать. Нужно открыть дверь. Мисс Харпер? Да. Я следователь Тайлер Майлс из полиции Нью-Йорка. Я расследую дело Лукаса Кейна. По нашим данным, вы были любовниками. Это правда? Были, да, правда. Но мы разошлись. Мы расстались около месяца назад. В последнее время мисс Харпер Кейн не пытался с вами связаться. Позавчера я ходила к нему домой, чтобы забрать свои вещи. Мы почти не разговаривали. С тех пор я о нем ничего не слышала. Вы не против, если я осмотрюсь? На самом деле... Эй, я всего на минуту. Давайте. Решились? Вы хотите сделать ремонт? Да, состояние квартиры было не очень, так что я решила ей заняться. На это нужно много времени, и со своей работой я не успеваю. А кем вы работаете? Я медсестра. Работаю в больнице Святого Иоанна. Почему у вас здесь разбито окно? Как же тебе там тепло, что, блядь, вы окно не закрываете? Спасибо за сотрудничество, мисс. Если Кейн попытается с вами связаться, сразу же позвоните. Вот моя визитка. Будьте осторожны, мисс. Кейн очень опасен. Это пиздоболка нечто такое. Детектив Карла Валентий. Детектив Карла Валентий. Впрочем, в такие холода это неудивительно. Хорошо, что у госпиталя есть свой резервный генератор. Помните, камера Януса во втором коридоре справа. Один из моих коллег ждет вас там, чтобы открыть дверь. Я за вами присмотрю. С вами ничего не случится. Спасибо, парни. На самом деле я не знала, что я тут собираюсь найти. Убийцей был Кейн. В этом не было сомнения. И все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве Кирстена. Второй коридор справа, блядь. Здравствуйте. Я подожду вас здесь. Хорошо, спасибо. Продолжение следует... Здравствуйте. Я следователь Карла Валентий из полиции Нью-Йорка. Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Если вы не против, разумеется. Я вижу, вы любите рисовать. Довольно мило. Но что это такое? Зачем вы взяли на себя труд меня довести? Следователь Валентий. Я, знаете ли, сошел с ума. Все, что я скажу, не имеет смысла. Разве не так? Возможно, я найду в этом смысл. Энтон, расскажите мне все, что вы знаете. Мужчина и женщина. В прачечной. Она полновата. Латиноамериканка. А он... У него в глаз воткнут нож. Откуда вы знаете? Я был там. Я вижу его глазами. Я присутствовал при всех убийствах. Я был там. Что произошло в прачечной? Жертвоприношение. Человеческое жертвоприношение. Убийца и его жертва. Кто убийца? Никто не знает. Его никто не видит. Он не оставляет следа в людской памяти. Но я знаю. Я-то знаю, что он есть. Он среди нас. Незримый. Он повсюду. Но почему происходят эти убийства? Почему эти люди умирают? О, мир совсем не такой, как ты думаешь. Оранжевый клан тайно всеми управляет. Они следят за нами. Они слушают наши разговоры постоянно. Они записывают то, что ты говоришь. Они знают, что ты делаешь каждую секунду. Они повсюду. Как это связано с убийствами? Они хотят безграничной власти. Они хотят ответа на вопрос жизни. Они хотят жить вечно. Чё, блядь, тебя с мимикой? Спасибо вам за помощь. Уже слишком поздно. Мы все умрем от холода. Это будет конец человечества. Конец человечества. Конец человечества. Типа, блядь, беседа чё-то не очень удалась. Стены камеры покрывают сотни нарисованных спиралей. Почему он так одержан? Хотите знать, что означают мои рисунки? Ответы на все вопросы. Начало, конца. Альфа и омега. Меркок. Все закончится здесь. Хуй и по щеке. Все идет по плану. Я отведу тебя к... Черт! Похоже, сейчас это серьезно. Похоже, наш запасной электрогенератор не включился. Ничего, пройдет. Иногда мы ждем пару минут. Подождем пока здесь. Что это за шум? О, черт! Двери камер. Все камеры открылись. Наверное, перебои с электричеством повредили автоматическую систему закрывания дверей. Что? Вы хотите сказать, что пациенты могут выйти из камер и ничего... Не двигайтесь, не шумите. Мы же не хотим, чтобы они нас тут нашли. Просто стойте спокойно. Мы подождем, пока дадут свет. Успокойтесь. Подойдите ко мне. Санитар, они его поймали. Нужно уходить отсюда, иначе они меня найдут. Если не успокоишь, то упаду в обморок, и тогда они меня точно найдут. О, Боже, быстрее. Нужно отсюда выбираться. О, нет! Он приближается. Он уже так близко. Замри, Карла. Не двигайся. Не отрежи. Он уходит. Можно идти дальше. Он прямо там. Он уходит. Можно идти дальше. Парни, парни! Открой! Слава богу, вы выбрались. Не знаю, что случилось. Автоматическая система открыла двери всех камерей. Вы не ранены? С вами точно все в порядке? Отлично, парни. Отлично. Обожаю играть в прятки в темноте с кучкой убийц-психопатов. У тебя был пистолет, но было... Паль, паль, паль в них. Хитман сидит, посмотри. Этот ученый из телепрограммы был моей последней надеждой. Не знаю, как принимать связь с тем, что со мной случилось, но тогда я был готов выслушать любое объяснение, которое придало бы хоть какой-то смысл тому кошмару, в который превратилась моя жизнь. Здравствуйте, я журналист. У меня встреча с профессором Курякиным. Профессор вас ждет. Да не мне нахуй, не усрались. Что же это, профессор? Профессор Курякин? Да. Меня зовут Джон Каннинген. Мы разговаривали по телефону, и я журналист, собирая информацию для статьи о религии майя. А, да, я вас ждал, молодой человек. Напомните, для какого издания вы пишете? А. Я пишу для National Geographic. Блять. Да, ебаный дурак. Мы с вами раньше не встречались? Да, со мной такое часто бывает. Наверное, у меня такое лицо, которое всем кажется знакомым. Ну что ж, давайте. С чего вы хотите начать? Вы можете рассказать мне о Квечне Тлане? Конечно, пойдемте, я покажу. Вы видите перед собой древнего бога Мая Квечне Тлана, двуголового змея. Одна голова смотрит в этот мир, другая в другой. В этот другой, блять. Открывали обе его пасти и могли видеть через змея другой мир. Двухголовый змея. Головы смотрят друг на друга. Я вырезал его на свой запястье. Вы не объясните, что это за другой мир? Мир за гранью нашего. Царство богов и мертвых. Мои верили, что человеческие жертвоприношения позволяют слышать голоса умерших и предвидеть будущее. Что конкретно нам известно об этих оракулах? О, совсем немного. Они очень таинственные. Это мистические посредники, которые позволяют человеку связываться со сверхъестественными силами. Если верить текстам Майя, оракулы обладали тайной силой. Какой силой обладали эти оракулы? Кунг-фу, судя по тебе. Некоторые тексты упоминают чудесную жизненную силу, благодаря которой оракул живет несколько столетий. Скажите, как проводили обряд жертвоприношения? Пойдемте, я покажу. Как, как, как. Вот так, вот так его проводили. На рисунке, который датируется первым веком до нашей эры, изображен обряд жертвоприношения. Огония жертвы должна была быть долгой. Главное, держать пасти змея открытыми как можно дольше. Жертву ударяли ножом три раза. Каждый удар перерезал одну из легочных артерий, ведущих прямо к сердцу. Как происходит жертвоприношение? О, оракул ни в коем случае не должен осквернять себя чужой кровью. Поэтому он выбирает посредника. Совершенно случайно, обычного человека. Этот человек становится палачом. Оракул полностью контролирует палача, управляя им на расстоянии. Что происходит с палачом после обряда? После выполнения обряда жертвоприношения, он сходит с ума и убивает себя. Жертвоприношение Майя? Вот что это. Вы не журналист, так? Кто же вы? Меня зовут Лукас Кейн. Полиция ищет меня по обвинению в убийстве, которого я не совершал. Но я был палачом. Вы убийца? Я не виновен. Я три раза ударил незнакомого человека, перерезал ему артерии. Все точно так же, как вы описывали. Не хотите же вы сказать, что в наше время все еще живет Оракул Майя? Это совершенно невозможно. Вы видели этот символ раньше? Это символ Квечнитлана. Палачи вырезали его себе на запястьях, прежде чем совершить жертвоприношение. Значит, это правда. Боже мой, в кодексе написано правда. Кодекс? О чем вы, профессор? Вам нельзя здесь оставаться. В газете, которую читает охранник, есть ваша фотография. Он вас точно узнает. Давайте пойдем отсюда, и я вам все расскажу. Давай, пойдем. Чего бы не пойти. Спасибо за помощь, профессор. Ни хуя, че происходит. Теперь они на меня на машину нападают, блядь. Чего? Ебой! 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 Мужик нах... Вообще... Профессор! В кодексе говорится о приходе ребенка... Че, умер, блядь? Пророка! Ответа на все вопросы жизни! Оракул убивает, чтобы найти дитя! Как ты умер, блядь? От чего? Я ж спас тебя! Неизвестно где, блядь! Моя не бич нах... А, вот и ты! Я давно ищу с тобой встречи! Мало кто может противостоять Оракулу! Что же в тебе особенного? Хрома... В тебе есть хрома... Это все объясняет... Как ты получил такую силу? Не важно... Ебал твою мать нах... Важно то, что тебе пришло время умереть... Это нечто вроде сна, да? Ты сейчас не рядом со мной, так? Реальность... Понятие, которое ничего не значит там, откуда я пришел... На самом деле мы не здесь... И все же ты умрешь здесь... Поверь... Этот мир такой же реальный, как и твой... Хрома? Что это значит? Сила, создавшая вселенную... Начало всех началу... Тех, кто ей обладает... Она наделяет невероятными способностями... Хватит разговоров... Меня ждут другие дела... Мы встретимся снова... В другом мире... Ки бин ты нах, квэн таунех... Их... Ебать... Сейчас буду приготовиться, да? Ах... ... Пусть... Пусть... ... ... ... Продолжение следует... 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 А когда мы успели, блять, посидеть или покраситься? Так, ладно, на этом все. Потому что время уже поджимает. Дал свидули.